И сегодня мы с вами будем говорить про грейдинг, про практические рекомендации и дискутировать. Нам хотелось бы, чтобы вы включались в этот разговор по теме грейдинга, а также коллеги расскажут вам о предстоящей программе по грейдингу, где все то, что сегодня мы посмотрим обзором, можно изучить гораздо глубже. Я хочу представить вам наших экспертов. Сегодня вебинар для вас будут вести два прекрасных эксперта Наталья Ембулаева и Ольга Симакова. У Натальи более 20 лет опыта руководства HR подразделениями в международных компаниях, богатейший просто бэкграунд взаимодействия с разными странами и управления разными ситуациями в HR. Поэтому к Наташе можно еще, мне кажется, просто за советом обращаться, как в ту или иную ситуацию поступить, а не только по теме грейдинга. Ольга имеет более 15 лет опыта в области компенсации и льгот. Мы с Ольгой сейчас сотрудничаем. Она ведет наши программы в рамках сертификационного курса GRP и будет рада очень с вами поделиться практическими примерами. Мне с Ольгой всегда невероятно интересно в том смысле, что Ольга умеет очень сложные технические вещи, связанные с расчетами, бюджетами, табличками объяснять понятным языком. И мне кажется, это большое преимущество спикера. Поэтому, коллеги, спасибо вам большое, что согласились провести этот вебинар сегодня. И коротко о компании. Вебинар сегодня и тренинг по грейдинг будет проходить в рамках компании CBSD. CBSD – это про преобразование. У нас, как вы знаете, богатый бэкграунд проведения управленческих программ и мощное HR-направление, в рамках которого у нас есть сертификационные программы и также открытые курсы. И вот в рамках открытого курса мы будем говорить с вами о грейдинге сегодня. И мне очень хочется побольше времени оставить нашим экспертам, поэтому с этого момента от знакомства мы уже переходим непосредственно к контенту. И я очень рада слово передать Ольге. Коллеги, слушатели, я рада взять слово. И в наше быстро меняющееся реактивное время, когда экономические и политические ситуации заставляют нас разрабатывать все новые и новые стратегии, мы хотим подойти к вопросу грейдинга на сегодняшнем открытом вебинаре более широко. Мы предлагаем подойти с рассмотрения концепции, концепции менеджмента, управления ресурсами. И у нас всегда стоит вопрос, чем управлять – процессами или человеческими ресурсами. Мы предлагаем рассмотреть три основные модели. Почему мы их выбрали? Если мы смотрим статистику Росстата за 2021 год, то у нас порядка 13 миллионов человек из 69,6 миллионов занятых работают именно в промышленной сфере. Это получается в удельном весе 19%. Поэтому сегодня мы уделим большее время именно промышленному менеджменту, ресурсному эффективному менеджменту. Это не значит, что это невозможно использовать в компаниях, где есть услуги, но это говорит о том, что эти концепции фундаментально подходят основной массе промышленных подразделений. Итак, чтобы продвинуться дальше и подойти к проблематике, которая возникает в рамках ресурсного управления, мы должны сформировать ключевой вопрос. Что же такое ставится в основе этого промышленного менеджмента? Это достижение, удержание конкурентных преимуществ. Если мы говорим о достижении и удержании конкурентных преимуществ, то мы предлагаем в базе трех моделей ресурсной концепции, бережливого производства и теории ограничений посмотреть отстройку по пяти факторам. Что является в основе целеполагания? Куда направлен фокус управленческого внимания? Какой результат компания ожидает от модели? Каким образом построена, организована работа подразделения, предприятия, компании? И, конечно же, недостатки. Очень важно говорить о недостатках моделей для того, чтобы вы смогли не просто выбрать лучшую, а смогли сбалансировать. И ничего лучше, чем смешивание, не действует, потому что отдельно существующие модели, эффективные, наверное, не существуют. Чем ресурсная концепция очень сильно отличается и от бережливого производства, и от теории ограничений? А работа с персоналом выходит на новый уровень. Мы отходим от традиционных пониманий трудовых отношений и подходим к чему-то новому, к приобретению компетенции, к найму компетенции извне. И это становится абсолютно прорывной технологией, когда мы говорим о сорсинге, стаффинге, консалтинге, самозанятости. Любому элементу, который позволяет взять компетенции извне по тем моделям, которые отстроены от инфраструктурных. То есть инфраструктурно компания имеет потребные компетенции и может приобрести, которые нужны ему, нужны, да, извне. И бережливое производство и теория ограничений в большей степени направлены в себя, внутрь себя, внутрь себя, да. А бережливое производство, что в основе? Это обеспечение конкурентного преимущества. Через чего? Через что? Через сокращение затрат, да, через непрерывное повышение качества продукции и через оптимизацию скорости движения материальных потоков. Теория ограничения. Что в основе? В основе система. В этой системе ресурсы. Соответственно, ресурсы работают в процессах. И взаимосвязь ресурсов и процессов рассматривается в теории ограничений. Но если мы с вами разберем пять основных факторов, это целеполагание, фокус внимания, результат организации труда и недостатки, то мы сможем наглядно увидеть, что ресурсная концепция здесь и сейчас преобладает и является более конкурентно преимущественной. Итак, какая цель у ресурсной концепции? Создание, использование и возобновление конкурентных преимуществ. А конкурентные преимущества – это вовне. Какой основной вопрос у специалиста в области СИНВИ? Внутренняя справедливость или внешняя справедливость? Любой специалист с большим бэкграутом скажет «волонсируйте». Если мы говорим о цели бережливого производства, это снижение производственных потерь. Если мы говорим о теории ограничений, то это увеличение пропускной способности. Чувствуете, что уже целеполагание внутрь идет в большей степени. Куда же направлен фокус управленческого внимания? Для ресурсной модели на ключевые компетенции. И это то, что нам интересно здесь и сейчас. Если мы говорим о фокусе внимания бережливого производства, то это поток создания ценностей. Если мы говорим про ключевые ограничения, теорию ограничений, то ключевые ограничения. Поэтому куда направлен фокус внимания менеджмента, чем мы и занимаемся? Обратите внимание, в ресурсной концепции мы занимаемся ключевыми компетенциями. Каков результат деятельности данных моделей? У ресурсной модели это устойчивые конкурентные преимущества, которые достигаются благодаря компетенциям. У теории ограничения это увеличение производственных мощностей. У бережливого производства это снижение производственных затрат, повышение качества продукции. Нам всегда важно, что мы берем на контроль. То есть каждый раз, когда компания что-то берет на контроль, чаще всего это впоследствии будет в той или иной степени слабой стороной компании. И на контроль организационного построения и слабой и сильней одновременно. На организационном построении ресурсной модели компания берет ключевые компетенции. И это самая сильная сторона компании. И одновременно же это недостаток и слабая. Потому что развитие ключевых компетенций это про долго, про дорого, про много. И потери этих компетенций это про боль, про финансовую боль, про ресурсную боль. И мы должны понимать, на чем фокусируется организационное построение, то является в элементе постоянного удержания. Теория ограничения строится на причисленных следственных связях между ресурсами и ограничениями и все время уходит в балансировку ресурсов, не разбираясь в их детализации. То есть это баланс именно ресурсов, чтобы не образовались узкие места, чтобы прокурсная способность не снизилась. Организационное построение для бережливого производства – это чаще всего два элемента. Это менеджмент непосредственно, который управляет производством, и сама производственная функция. И фактически то, что мы называем «бэк-офис», начинает теряться. И это слабая сторона, что фокус смещен, и мы начинаем производственные потери подменять понятием производственной резервы. Начинаем много-много работать над тем, что может не стать весомым для отстройки внешней концепции. Соответственно, наш вывод, как экспертов, это склонность к ресурсной модели, потому что в основе нее полежат компетенции. Мы очень рады, что не только мы, как эксперты, так думаем, но у нас есть официальные подтверждения. И нам важно, что наши наблюдения подтверждаются именно высказыванием признанных в мире экспертов области HR. В данном случае Дэйв Улейх сказал, что человеческий потенциал лежит в основе. Обратите внимание, как сформулирована фраза, что не надо концентрироваться на угрозах, на том, что плохо и неправильно. Это все про внутрь, это все про ограничения, про процессы и про системы. А предлагается в обратную сторону расширение. Смотрите, каким образом на действующих рабочих процессах можно использовать человеческий потенциал, увеличиваться. То есть создавать новые стратегии, которые позволят в эти непростые времена выжить. И в основу у нас здесь опять-таки положен человеческий капитал. Соответственно, нам важно, что у нас есть такое подтверждение. Соответственно, мы хотели бы обобщить для вас само понятие ресурсной модели. Для чего она использует и позволяет ли она так же, как и другие эффективные модели производства, работать на бизнес. Да, позволяет все, что умеет делать и бережливое производство, и система ограничения, делает и ресурсная модель. И минимизирует затраты, и работает с прибылью, и работает с рыночной стоимостью. И сохраняет ключевые компетенции. Через ресурсную модель мы приходим к ценностному предложению. Почему возникает это слово «ценностное предложение»? Оно уже больше про маркетинг, чем HR. Но маркетинг – это про вне, это такое глобальное расширение. И когда мы выходим на сравнение, на рыночную конкуренцию, мы вынуждены говорить о ценностном предложении. То есть у нас возникает цена, не просто справедливость внутренняя, а уже ценность. И мы, как специалисты в области СНБ, должны обладать тоже ключевыми компетенциями. Давайте их назовем хотя бы классические непосредственно три. Это управление финансами, управление человеческим капиталом и управление ресурсами. Каждая из этих компетенций для специалиста в области совокупного вознаграждения важно. Но, однако, наиболее эффективных профессионалов, включая именно способность применять их в соответствии с ключевыми идеями, да, и принимать эффективные решения. И ресурсная модель и ценностное предложение связаны между собою тонкими нитями. Смотрите, перед вами элементы ценностного предложения. Вспомните, что такое анализ и что такое синтез. Анализ – это про… Какие компетенции? Это про… Кто скажет? Кто напишет? Никто не напишет? Какие… Да, мы разделяем soft skill, а какие еще есть, я забыла. Hard. Соответственно, отлично. Hard и soft. Да, и вот вспомните, как они отличаются в ключевом своем изменении. Первое – hard. Мы занимаемся технологическими навыками, да, а soft – коммуникационные навыки. Мы занимаемся в hard – работой с оборудованием, а в soft – работа с людьми. Дальше – управление процессами. Помните, это и бережливое производство и ограничения. А в skill мы занимаемся управлением отношениями. И, соответственно, у нас в hard – анализ и цифры, а в soft – у нас ощущение экспертиза. То есть это про анализ и про синтез, да. Соответственно, сначала мы с вами, как эксперты, анализируем каждый элемент. Мы смотрим с вами, как культура через ценности связана с карьерой, связана с деньгами. Как бенефиты у нас связаны непосредственно с рабочей окружающей средой. И когда мы нашли много-много в анализе связей, мы провели корреляционные анализы, мы сделали всевозможные матрицы соответствия, модуляции и пришли к выводу, что это для нашей компании действительно имеет плотную связь. Что мы делаем с этим анализом? Мы переходим к тем soft skill, да. Мы начинаем науку превращать в искусство. Мы начинаем интерпретировать. И интерпретация – это уже сформированное ценностное предложение для вашей компании. Соответственно, это такой ваш уникальный культурный код, который позволяет удерживать, вовлекать, привлекать новых сотрудников с необходимыми компетенциями. И именно он скажет, в каком балансе должны быть деньги с карьерой, с бенефитами для разных категорий персонала. Соответственно, что же является тем незримыми нитками, которые увязывают между собой в анализе эти элементы? Грейдинг. Можно однозначно сказать, что HR-инструмент, который позволяет работать со всеми элементами ценностного предложения – это грейдинг. Если вы в математике решаете сложную, дробную задачу, и она кажется вам нерешаемой, вы заводите под общий знаменатель решения. И когда вы завели под общий знаменатель это решение, оказывается, что вы складывать, умножать и делить можете. И вот общим знаменателем является грейдинг – та иерархия должностей, которая позволяет выстроить полномочия, знания, умения, определить ту ценность, которая важна для компании, в единый механизм, в единую последовательность. На чем сегодня я хотела бы сделать акцент? Это на организационном дизайне и на управлении талантами. Организационный дизайн я поясню именно с той целью. Немногие компании начинают грейдинг с организационного дизайна. Большинство компаний все же используют для зарплаты. А мы посмотрим, что для организационного дизайна тоже грейдинг подходит. И второй элемент, на чем мы сделаем акцент – это управление талантами. Раз мы так много говорим про компетенции, то управление талантами – это тоже про грейдинг. И система грейдинга и управление талантами, карьерные лестницы связаны между собой. Переходим к элементу организационного дизайна. Если мы говорим об организационном дизайне, чаще всего у нас, у специалистов СМЗ, два вопроса – кому и сколько. Если мы начинаем с первого – кому, то мы должны определиться с персоналом. И что нам дает ресурсная модель? Она нам говорит – не думай о трудовых отношениях, думай о том, что тебе нужно, чтобы выполнить качественно свою работу для того, чтобы возникла эффективность компании и результативность сотрудника. И тогда мы приходим к формированию смешанных моделей. Мы формируем именно портфель, портфель нашего персонала. Делаем классическое нормирование для сотрудников, которые зависят от объемов и которые легко просчитываемы. Они нам абсолютно понятны. Делаем статистическое нормирование для сотрудников, которые не просчитываемы, потому что есть одна-две независимые переменные, которые могут появиться чуть позже. И мы их делаем в зависимости от потока, от информационных изменений. Делаем нормы управляемости, делаем нормы обслуживания. И после того, как мы сделали глубочайший анализ, мы переходим к описанию стратегии управления этим пакетом, персоналом в портфеле. Мы каждому из них комбинационно подбираем зависящие факторы. Соответственно, смотрим, что действительно влияет и что весомо для них непосредственно. Про признание, про эффективность, про результативность, про баланс. И, соответственно, найдя этот фактор, который влияет в той или иной степени на пакет персонала, мы выставляем цели. И, соответственно, когда мы поняли, с чем мы работаем и кто нам нужен, мы уже определяемся с формой хозяйствования, с системой бюджетирования. Потому что в основе, все равно в основе будет лежать тот ресурсный метод расчета, который позволяет наиболее точно планировать. Коллеги, вы столкнетесь с рядом проблем. Если вы будете использовать корпоративную культуру, вы всегда будете в изменениях. Вам всегда необходимо будет рассчитывать стоимость своих управленческих решений. Изменение организационной структуры, работа с оргдизайном подразумевает умение работать с расчетом себестоимости управленческих решений. Поэтому, когда вы ответили полноценно на вопрос, кому, вы фактически также иерархично построили свой персонал. И модели расчета орглинеек обычно выглядят ровно так же, как грейдинг. Тот, кто работает с орглинейками, он скажет, что это то же самое, что грейдинг. И это то, что мы подведем к общему знаменателю, когда мы должности из разных семей, из разных подсемей, из разных компетенций сливаем в единую ценность для компании. Вот он, как бы общий знаменатель, ценность для компании. Это, соответственно, первый элемент. И я вас уверяю, что оргдизайн и грейдинг связаны. И второй элемент, о котором мне хотелось бы поговорить, это про управление карьерой. Мы очень много сегодня сказали про компетенции, да, что это набор и личных, и деловых качеств, и, соответственно, это знания, умения, навыки, и которые позволяют непосредственно эффективно выполнять свою работу и непосредственно достигать высоких результатов. Поговорили о том, что есть непосредственно мягкие, да, и твердые навыки. И что мы хотим сделать в акцент. Вот удержание нужной компетенции, это всегда просложно, потому что на обучение у вас порой будут уходить годы. А годы это много, да, и это выражено в деньгах. И если раньше вы могли говорить о оценке потенциалов, оценке эффективной деятельности в каких-то периодах, то сейчас в условиях, мы сказали, реактивного изменения вам приходится заменять слово раз в год, раз в три года на слово регулярное. То есть вы не можете уже даже горизонт определить. И навыки все время возникают новые. Если мы сейчас обратимся к нашей СМВ практике, то у нас часто возникает вопрос о рыночном ценообразовании, да, заработной платы. И когда мы говорим о рыночном ценообразовании, если у нас не получается смешивать должности, когда из разных обзоров, да, мы находим похожие для нас должности, то часто в рыночном ценообразовании речь идет уже об оценке компетенции. То есть собрать рыночные значения из компетенций. И раз это уже стало использоваться во многих обзорах, то это говорит о том, что мы туда движемся. Поэтому наша задача создавать такие ценностные предложения, которые обязательно учитывают управление карьерой, да, работают с талантами, работают с теми компетенциями, которые нужны в будущем. И есть гипотеза о том, что за наш стаж, там, например, в 40 лет трудовой, мы вынуждены будем, например, три раза менять фактически свой род деятельности. И вот эта гибкость, это как бы оттуда идет, да, наши, соответственно, soft skills, умение, да, работать с людьми, умение работать с отношениями позволит нам действительно меняться. Коллеги, я предоставляю слово Наталье. Наталья имеет огромный опыт в области HR, я бы сказала, что десятилетиями исчисляется. Я бы на вашем месте внимательно слушала, потому что Наталья строила ценностное предложение, исходя из таких ключевых элементов, как HR стратегии и бизнес стратегии. И это самое правильное построение, да, ценностного предложения. Поэтому, коллеги. Спасибо большое, Ольга. Хорошо ли меня слышно? Да, хорошо слышно. Я очень рада сегодня рассказать вам, продолжить очень интересную тему о стремительных, о революционных изменениях. Вот нам привелось жить в такой период. И на фоне всех стремительных изменений подумать и поговорить, действительно ли сейчас актуален грейдинг. Потому что мы все прекрасно знаем о том, что технологии меняются с невероятной скоростью. И буквально вчера мы получали формочки, их заполняли, и от компаний-консультантов обратно получали файлы в Excel-формате с данными, и потом вручную устроили какие-то таблички, анализировали эти данные. Сегодня пришло время, когда все делает система. И сегодня мы не покупаем формы, мы не покупаем таблички. Сегодня мы покупаем доступ к совершенной системе. И системы делают огромное количество работы вместо нас. То есть системы и технологии решают задачи, помогают нам жить легче. И тратить меньше усилий и меньше времени на выполнение тех задач, над которыми мы буквально работали часами, буквально 10 лет назад. Мы для вас подготовили информацию и хотим вместе с вами сегодня обсудить и посмотреть, насколько вообще актуален грейдинг. Все меняется, технологии меняются, продукты, услуги, поставщики меняются, кто-то уходит просто потому, что продукт перестал быть актуален и стал невостребованным на рынке. И мы с вами посмотрим сейчас, что говорят вообще и что думают в мире, основываясь на исследованиях и на опросах, которые были проведены известными, широко известными, большими очень консалтинговыми компаниями. Ну и двинемся сначала в 2011 год, в далекий 2011 год, и в опрос, в результате опроса компании Мерсер. И вот тогда в 2011 году, исследуя актуальность и значение грейдинга для больших компаний-работодателей, мы видим и мы понимаем, что в то время, в далеком 2011 году, начиналось развиваться, начинало развиваться направление, когда процесс грейдирования, процесс грейдинга, он распространялся от самых старших руководящих компаний должностей на другие менеджерские должности. В то время компании думали, что же важнее, важнее карьерной перспективы или, может быть, важнее компетенции, или, может быть, важнее все-таки подумать об уровне внутренней справедливости в оплате труда. И вот если мы посмотрим на статистику, здесь вот очень наглядно видно, что 68 компаний-участников в 2011 году склонились к тому, что все-таки поддержка поэтапного продвижения по карьерной лестнице важнее, чем другие аспекты применения грейдинга. Также важно продвижение, внедрение программ оплаты труда и премирования. А вот все, что касается продвижения глобальной мобильности работника, да, компании начинают об этом задумываться. Информационные технологии, ну да, где-то у кого-то всего лишь только 13%. То есть мысль появляется о том, что все-таки нужно использовать, нужно применять и нужно разрабатывать и совершенствовать информационные системы для того, чтобы владеть большими данными, для того, чтобы быть способными делать нужную, необходимую для бизнеса аналитику. И затем мы с вами давайте пойдем в 2021 год и посмотрим, что говорит компания PayScale. Для тех коллег, кто не сталкивался, не работал с этой компанией, это достаточно большая консалтинговая компания, которая специализируется в предоставлении данных и также в поддержке своих клиентов в области выстраивания системы компенсации льгот. И вот что интересно, PayScale говорит о том, что год великого увольнения, Great Resignation, это 2020 год, непростой такой год, когда мы все пережили пандемию и принято этот год называть вот таким годом великих увольнений, потому что люди попали в очень сложную ситуацию, о которой раньше никто не знал и которую невозможно было предположить. Каково же мнение вот экспертов компании PayScale? Они говорят о том, что это не столько год великого увольнения, сколько это год великой переоценки. Они говорят о том, что 2021 год – это год великого переосмысления роли вознаграждения. Впервые в 2021 году было отмечено, что переговорная сила смещается в сторону работников. Сегодня мы с вами включаем телевизор и смотрим новости, и мы видим, насколько требовательными стали работники, настолько организованные многочисленные выступления и среди требований, конечно, повышение заработной платы и улучшение условий труда. Отмечается более зрелый подход к управлению вознаграждением. И отмечается, конечно, зависимость вовлеченности от привлекательности работы. То есть это совершенно новые направления, которые были отмечены в 2021 году. И что тоже важно, о чем говорит PayScale, о том, что впервые появилось признание необходимости увеличения инвестиций в совершенствовании стратегического управления оплатой труда. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что стали меньше говорить о том, чтобы увеличить бюджет, дать больше денег и дать больший процент повышения, но стали уделять внимание и говорить тому, что нужны профессионалы, которые работают с этим процессом. Нужны актуальные рыночные данные, нужны источники этих данных. И, естественно, важны технологии, потому что Excel замечательный инструмент, прекрасный. Мы в России все его любим до сегодняшнего дня. Но, тем не менее, технологии в области аналитики, технологии в области сравнения данных для принятия объективного правильного решения. Это абсолютно важный и неотъемлемый вариант. То есть дальше мы с вами пойдем к компании Coursera. Может быть, кто-то сталкивался с этой компанией. Для тех, кто с этой компанией не знаком, я скажу, что это компания, которая была образована в 2012 году. Сегодня это глобальная платформа онлайн-обучения. И сегодня объединяет эта платформа 113 миллионов учащихся и сотрудничает более чем с 200 ведущими университетами в мире. Естественно, мы, рассматривая опыт и анализируя такой вот опыт глобальных огромных компаний, мы не концентрируемся на дружественных и недружественных странах. Мы понимаем и мы осознаем то, что знания не имеют границ. Знания нельзя запретить, нельзя применить санкции. И именно поэтому мы смотрим на международный опыт. Так вот, компания Coursera... Еще интересно сказать, что в 2020 году, когда всех нас постигла вот эта пандемия, в 2020 году у компании Coursera был проект, на основании в рамках которого более 1 миллиона людей, потерявших работу, получили возможность, получили бесплатный доступ к учебным курсам этой компании. И благодаря этому... То есть, ну, это была поддержка для того, чтобы они могли обучиться новым специальностям, чтобы они могли получить новые знания, навыки. И это должно было помогать этим людям в трудоустройстве. Так вот, компания Coursera говорит о том, что пандемия открыла миру контрасты. То есть, в пандемию, во время пандемии, были несколько секторов экономики, которые мы тоже очень хорошо почувствовали на территории России. Например, туризм. Там, где компании теряли работников, были вынуждены сокращать численность, были утеряны рабочие места, просто потому, что компании не имели возможности продолжать осуществлять свою деятельность. Розничная торговля, строительство. Но вместе с тем, компания Coursera отмечает как мировую тенденцию увеличение количества рабочих мест в таких секторах, которые связаны с высокими технологиями или с финансовой деятельностью. То есть, вот такие вот изменения, они повлекли определенные последствия. И мне вот, надеюсь, что вам тоже будет интересно, мне нравится, как они очень компактно сформулировали вот эти последствия. То есть, что они видят среди последствий? Первое – это появление значительного количества людей, которые вынуждены поменять работу, которые вынуждены искать по той или иной причине другую работу, и которым, естественно, требуются новые знания и навыки. Одновременно в этом же направлении наметилась угроза для миллионов, которые не готовы к цифровому будущему. И вот здесь вот немаловажный такой вот фактор, как доступ к интернету. Для нас это сегодняшняя нормальная абсолютная жизнь, когда мы из интернета смотрим фильмы, мы узнаем новости, мы учимся. То есть, для нас это то, что составляет часть нашей такой обычной будничной жизни. Но вот компания Coursera, они приводят такую статистику, что 87% населения в развитых странах имеют свободный доступ к интернету, а малоразвитые, наименее развитые страны имеют из них население только лишь 19%. То есть, естественно, это отражается на получении новых знаний и на развитии новых, не имеющихся на сегодня компетенций. Также очень интересное направление, о котором говорит Coursera, это формирование новых, и вот они дословно называют революционных навыков. Например, способность к критическому мышлению. То есть, мы в течение долгого очень времени знали, что аналитическое мышление, склонность анализировать, то есть, это очень важно, и тестировали кандидатов. То есть, сейчас мы говорим о критическом мышлении. То есть, по выводам Coursera, все, что касается вот этих новых революционных навыков, которые нацелены на будущее, то есть, они охватывают как область hard skills, так и область soft skills. То есть, они охватывают очень многие сферы экономики, области деятельности различных совершенно работодателей. Например, навыки машинного обучения. То есть, не все сталкиваются с этим, и не все знают, что это такое. Навыки в области финансовых технологий. То есть, вот это наиболее высокий уровень владения этими навыками, он отмечается сейчас в странах с высокими экономическими показателями, но, тем не менее, это очень злободневно, очень востребовано, и это как раз такая вот неизведанная для большинства работников область. Также появляются и дисциплины, те, которые устаревают и утрачивают стоимость на рынке труда. Нужно отметить здесь еще то, что вот новые технологии и вот эти вот деятельность, которые связаны вот с такими революционными новыми навыками, они утрачивают стоимость гораздо быстрее, они устаревают. То есть, вот вы, наверное, обратили внимание, как наши коллеги в компании, руководители IT и работники IT, то есть, они постоянно учатся, они смотрят какие-то курсы, они постоянно куда-то ходят. То есть, это вот один из примеров того, как сейчас ускорилось старение навыков. То есть, вот в определенных областях нужно необходимо просто отсмотреть и отслеживать все новые тенденции для того, чтобы не отстать от времени. Ну и, естественно, компания Курсера говорит о новых возможностях. Новые возможности в области обучения, это комплексный подход, это инновационные решения, это необходимость создания новых адаптивных систем образования. Ну и говоря о особо-особой важности компетенции, вот здесь я присоединяюсь к тому, что сказала Ольга, это действительно абсолютно важная, абсолютно такая злая тема сегодня. И сегодня мы говорим о том, что навыки играют решающую роль для того, чтобы помочь работникам не отстать от жизни, от ускоренной цифровой трансформации. То есть, во многих компаниях, особенно в международных компаниях, сейчас идут проекты, которые направлены вот на так называемую дигитализацию, всевозможные конкурсы и всевозможные программы продвижения. Но кроме этого, говоря о компетенциях, мы также понимаем, что для работодателя, для компании это и повышение конкурентоспособности, и возможность уделять время и развивать инновационную деятельность, и также обеспечить внутреннюю справедливость компании. То есть, в соответствии уровня компетенции требованиям бизнеса, это залог успешного развития компании, успешного развития организации, а также и рост, это залог роста благосостояния работников, то есть компетенции во главе угла. И далее мы предлагаем вам еще пройтись, у нас немного есть времени, пройтись еще по результатам опроса, который проводила компания Мерсер уже в 2022 году. И этот опрос, это исследование интересно тем, что вовлечены, приглашены к участию были генеральные директора, руководители и финансовые директора более чем 400 компаний во всем мире. И вопросы, они были в целом, вопрос был о прогнозе, о том, что думают руководители. И в частности, какие очень важные моменты они хотели бы отметить в области работы с персоналом. То есть все, что касается бизнеса, конечно, здесь очень много было сказано о том, что это осторожный оптимизм, несмотря на все вызовы и несмотря на всю турбулентность, руководство многих очень компаний склоняется к возможности продолжать развитие бизнеса, но в то же время отмечается реальный шторм, который формируется там, где разрушаются цепочки поставок и там, где не хватает бизнесу требующихся ключевых компетенций. То есть возникает очень большой вопрос о наличии необходимых ресурсов, о наличии необходимых ресурсов, человеческих ресурсов с надлежащим уровнем квалификации. И, соответственно, вот это обстоятельство, оно подталкивает руководителей компаний переосмыслить подходы и искать новые абсолютно решения для того, чтобы удерживать, для того, чтобы привлекать нужные таланты, нужные компетенции в организацию, для того, чтобы их удерживать. Потому что если у компании, у бизнеса нет компетенций, которые требуются, соответственно, именно этот фактор, он будет сдерживающим. То есть вот не плачевное состояние экономики, неопределенность и всевозможные такие геополитические нестабильные события, которые сейчас происходят, а именно недостаток квалифицированных ресурсов. И здесь очень коротко скажу также о том, что много сейчас мы говорим о том, что есть тема, которую в английской версии называется well-being. Компании в России интерпретируют очень тему эту по-разному. То есть какие-то работодатели считают, что работник счастлив и благополучен, если у него есть огромное количество всевозможных плюшек. И он может выбирать из этих плюшек любую, которая ему понравится. Другая категория работодателей считает, что не следует перекармливать работника вот всякими этими плюшками, потому что они не всем интересны, не каждому нужны. И обращать внимание больше нужно на внутренние, на психологические причины. Но как бы то ни было, мы понимаем, что защищенный с финансовой стороны благополучный сотрудник, он, естественно, более продуктивен и более эффективен на работе. И вот учитывая такие разные мнения, был создан такой альянс. Он в английской версии называется good work альянс. И на самом деле это межотраслевая группа международных компаний. Задачей вот этой вот межотраслевой группы было формирование определенных стандартов в области благосостояния, в области well-being. И вот все, что касается работы этого альянса, приступили эти люди к работе с того, что они определили ключевую проблему. То есть решение, оно начинается с идентификации проблемы. И вот ключевой проблемой эти люди определили нестабильность заработной платы и уровня жизни. И это вовсе причина не в том, что работодатели, они вот срезали бюджеты и не хотят увеличивать и давать повышение заработной платы. И вот эти источники, корни этой проблемы, они гораздо глубже, потому что нестабильность экономики увеличивает разрыв между людьми, которые очень обеспечены и которые мало обеспечены. То есть такой же разрыв существует и на уровне стран. То есть какие-то страны делают прыжок, делают скачок вверх в области развития, в области благосостояния. И каким-то странам, которым раньше было нелегко, сегодня приходится тем более нелегко. То есть вот по результатам всех исследований, компания Мерсер пришла к выводам, к определенным рекомендациям и выводам, потому что мало толку обозначить проблему, нужно сказать, что с этим делать. И вот мнение экспертов, оно сводится к тому, что в первую очередь нужно искать решение через ценностное предложение работодателя, применяя различные подходы в области материальной мотивации. И вот среди инструментов материальной мотивации вы видите, что здесь и повышение минимального уровня оплаты внутри компании, и гибкая система примирования, о чем сейчас в России тоже мы очень много говорим, и применение иных инструментов, которые не особенно широко применяются и не очень популярны в российской практике, как, например, поощрение работника за привлечение лучших кандидатов в компанию. То есть вот это разнообразие, оно возможно только через широкий комплексный подход. И возвращаясь к тому вопросу, о котором мы говорили несколько минут назад, насколько все-таки актуален грейдинг, он сегодня вообще нужен, вот в мире таких стремительных технологий, в мире нестабильности. И здесь ответ совершенно очевиден. Вот такие разнообразные инструменты, такой разнообразный подход возможно применять только при наличии каркаса, только при наличии основы, на которой можно построить, как на фундаменте можно построить, очень надежный, красивый и удобный, комфортный дом. То есть мы говорим о том, что грейдинг сегодня – это каркас, это основа для построения и для реализации решений, которые сегодня, без реализации которых, бизнес просто не выживет. Здесь же эксперты Мерсер говорят о привлекательности работы и говорят о том, что, проводя любые изменения в компании, важно помнить о том, что работа должна привлекать работников. Мы пришли в то время, когда работники стали очень настойчивыми и которые очень организованно и ясно выдвигают и обозначают свои требования. И здесь вот и различные режимы работы, и разнообразные дополнительные льготы, и вот все, что касается вот этой вот темы «волбейнг», как раз-таки здесь трансформируется понимание привлекательности работы. То есть компания должна создать работу как таковую, которая будет привлекать это и условия работы, отношения, это и психологический климат, это и социальный пакет, то есть эта комплексность в том, чтобы заинтересовать работника и мотивировать его оставаться в компании и работать долгое время. То есть я еще раз хотела бы вот показать этот слайд и напомнить, что все, что касается решений через ценностное предложение работодателя, это возможно только при наличии надежного каркаса, надежной основы. Ну и в завершении я хотела бы здесь сказать о том, что на сегодняшний день, исходя вот из всех материалов, с которыми мы ознакомились, здесь есть такие ключевые направления. То есть вот основными ключевыми направлениями, естественно, это является обеспечение наличия требующихся бизнесу компетенций, компетенций, которые в центре внимания по результатам опросов в 2023 году, и внутренняя справедливость и конкурентоспособность оплаты труда. Ну и в завершение еще хочу коротко очень остановиться на том, что мы отслеживаем, мы смотрим, читаем, изучаем зарубежные технологии, но мы понимаем, что калька здесь неприемлема. То есть мы не можем взять то, что нам понравилось, и просто сделать то же самое в нашей российской организации, в российском юрлице. И поэтому для нас равно, одинаково важно, как отслеживать и понимать зарубежные технологии, так и научиться правильно адаптировать эти технологии, грамотно отражать во внутренних документах компании. То есть мы знаем, что если где-то за рубежом стандарт может называться там политика, то у нас нет политик, у нас есть локальные нормативные акты, которые совершенно четко и понятно прописаны в Трудовом кодексе Российской Федерации. Ну и, естественно, обеспечение прозрачности условий труда. Это тоже очень важная тема, о которой мы не должны забывать. И что касается обеспечения прозрачности, то транслируя это на нашу российскую действительность, у нас в законе есть обязательство работодателя знакомить работника со всеми решениями и локальными нормативными актами. То есть я хочу сказать, что наше знание зарубежных технологий и понимание и владение требованиями российского закона, то есть это две половинки единого целого, и в этом наш успех, если мы владеем и той, и другой частью вот этого единого целого. Вот это все, что вот я хотела вам сказать, и я с удовольствием возвращаю слово Ольге, и Ольга вам расскажет о программе предстоящего курса грейдинга. Так, Оля, пока не слышно. Микрофон. Да, коллеги, я возвращаюсь. Мы рассказали на самом деле и о теоретических, и о практических аспектах, и даже делая акцент на ресурсную теорию, я могу сказать, что я придерживаюсь вариационной модели ресурсной теории. Я сторонник именно вариационной модели динамической ресурсной структуры, которая использует элемент креативного уровня. На простом языке это означает процессная модель, там, где есть процессы, и там, где есть работы с изменениями. И, соответственно, мы хотим сказать, что прежде всего, приходя на курс грейдинга, вы будете работать и с теоретическими аспектами, как работает система, как работает, в принципе, грейдинг в качестве помощника для бизнеса. Вы узнаете, что есть разные методологии, да. Мы разберем эти методологии, скажем, плюсы и минусы. Если вам необходимо, вы долго не администрировали свои грейды, и вам необходимо научиться снова работать с ними, вам это поможет курс. Если вам необходимо самим построить без больших вложений, это тоже возможно, но для нас важно смешивать, и теоретический курс должен быть наполнен практическими кейсами. Поэтому мы с вами будем в Excel учиться строить зарплатные диапазоны, работать с регрессией, смотреть, как же найти нам корреляцию, а есть ли она, как работать с обзорами, а что если у нас два обзора, а что делать, если в этом обзоре у нас неполностью должность удовлетворена, что даже надо делать, надо смешивать, взвешивать и получать результаты. Поэтому вас приглашаем на двухдневный модуль. Соответственно, преимуществом является именно практичность этого модуля. Мы действительно не просто изучаем теорию, мы пытаемся ее всесторонне употребить в практику. И если еще несколько лет назад мы делали акценты в большей степени на премиальные планы, то сейчас мы делаем акценты на организационный дизайн изменений и на управление талантами. Обязательно те, кто проходит сертификацию в области GRP, Global Remuneration Professional, вы получите скидку в годовом членстве от компании World at Work. Это на самом деле очень хорошие бонусы. Я лично покупала эту скидку, я покупала годовое членство. Для меня это было, в общем-то, приятно. Поэтому, коллеги, мы вас приглашаем на курс, мы рассчитываем, что это будет очень интересно. Во всяком случае, мы будем стараться, чтобы это было интересно, полезно. И, выходя, у вас возникало двойственное чувство, ну, все понятно. И второе, ну, неоднозначно, конечно. И мы рассчитываем, что это то, что у вас останется после тренинга дведневного. Также мы хотим вам сказать, что у нас есть свой телеграм-канал. И, соответственно, там публикуются видеозаписи, презентации, открытых выступлений. Если вы на что-то не успели или не получилось, то обязательно смотрите в записи, переходите в канал. Мы отвечаем, в том числе, на вопросы, касающиеся профессиональных, да, каких-то вещей в области CNB. Мы принимаем от вас запросы, если вам что-то интересно узнать. Соответственно, наша задача – это вот работать, расширять канал коммуникационный специалистов в области, да, компенсации льгот. Поэтому, коллеги, переходите и приходите к нам на грейтинг. А вот, Дарья, опубликовала 18-19 мая, будет ближайший курс. Коллеги, там у нас есть вопрос про стоимость курса. Женя. Да, добрый день, коллеги, всем. Еще раз я как раз пишу ответ на этот вопрос, но готова с удовольствием его озвучить. Стоимость тренинга составляет 54 тысячи рублей, включая НДС 20%. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей группе, будет много полезного, полезных инструментов, таблиц, файлов и так далее. Без работы на тренинге, между двумя днями тренинга и после тренинга мы вас не оставим. Обязательно, да, коллеги, вы уходите с раздаточным материалом. То есть, если вы не строили грейды, то вы поймете, в каких табличках их можно строить. Если вы не знаете, как компонентный метод работает, вы узнаете, как учитывать компоненты, как строить регрессии. Если вы не знали, как бальнофакторный метод работает, и что основой бальнофакторной метода подменяется понятие грейдинга, а грейдинг это не бальнофакторный метод, все же грейдинг это про иерархию на оргдизайне. Сегодня убедились, что иерархия в оргдизайне это тоже грейдинг. Да, соответственно, мы вас это научим, и вы возьмете с собой эти файлы в работу. И, соответственно, для тех, кто, например, не умел работать с рыночными данными, это тоже будет очень полезно. Вы на примере конкретных кейсов научитесь работать с обзорами. Я правильно понимаю, что это будет оффлайн? Скажите сейчас, это онлайн. Онлайн. Это будет онлайн. Мы встречаемся вот по зуму, но при режиме реального времени здесь и сейчас. Про тайминг. Есть вопрос, во сколько начинаем, во сколько заканчиваем, и в какие дни это будет проводиться? Это будет четверг-пятница. Тайминг с 10 до 16.30. Мы стараемся делать перерывы, потому что в онлайне, конечно, гораздо сложнее работать. При этом нужно заложить обязательно время на домашнее задание, потому что коллеги щедро делятся таблицами, формами, и на практических ваших примерах позволяют вам лучше усвоить материал. Поэтому хорошо бы закладывать еще пару часов вечером на домашнее задание. Это важно. Ну, чтобы получить максимальную пользу от этой программы. Все верно, коллеги. И обратите, пожалуйста, внимание в чате. Даша написала о том, что следующее мероприятие, которое у нас будет проходить в формате онлайн, вот также в формате такой часовой встречи, это будет знакомство с темой финансы для HR. Тоже приготовили для вас много интересной и полезной информации, поэтому можно по ссылочке перейти и уже прямо сейчас зарегистрироваться. В 11 часов, также утром 12 мая, это будет пятница, мы поговорим о финансах для HR. Супер. Спасибо большое, коллеги. Невероятно интересно, глубоко. Хочется в первоисточниках пойти почитать исследования, о которых вы говорили, чтобы найти для себя еще больше инсайтов. Если у коллег есть еще вопросы, у нас буквально три минуты для того, чтобы их задать. И со своей стороны я благодарю вас, это было очень интересно. Когда необходимо оплатить? Есть вопрос от участников и про запись. Про запись я сразу отвечу, что запись будет. Присоединяйтесь к нашему каналу, мы выкладываем информацию в канал и записи отправляем также всем зарегистрированным участникам. А по поводу оплаты, Жень, прокомментируй, пожалуйста. Да, Наталья спрашивает относительно оплаты. Оплату можно провести как сейчас, если у вас есть такая возможность, так, например, между майскими праздниками, для того, чтобы уже точно получить место на тренинге в группе. Это можно сделать через сервис U-Money, либо через работодателя по реквизитам. То есть это мы с вами обсудим. Есть вопрос про рассрочку и есть вопрос про тайминг. Ну, про тайминг с 10 до 16.30, да, плюс пару часов на домашнюю работу вечером закладывайте. Ссылку коллеги всем... Рассрочка есть. Это можно отдельно с Женей обсудить. Женя всегда будет рада вам по финансовым условиям все рассказать подробно. Да, с удовольствием. Супер. Ну что, надеемся увидеться с вами на тренинге. Спасибо большое спикерам за выступление и Дашей и Евгении за организацию нашей сегодняшней встречи. Со всеми, надеюсь, до новых встреч на наших сообществах и на тренингах. Продолжение следует...